Всем привет друзья, с вами Realize, я в общем решил двигаться дальше, а точнее прокачивать свой отряд до 70 уровня и как следствие мой оперативный центр станет 8 уровня. Именно по этой причине я решил записать вам видеоролик, чтобы вы потом не спрашивали как я так быстро прокачиваюсь, почему я решил не сидеть долго на 55 уровне. Сегодня я отвечу на все эти вопросы. Итак, давайте мы начнем с вопроса, почему я решил двигаться дальше. Для тех, кто не в курсе, разработчики периодически будут запускать всякого рода события, ну либо ивента, то есть кто их как называет, и зачастую там имеется уникальный артефакт, который получить можно вот только за время данного события. Этот артефакт напрямую зависит от уровня вашего оперативного центра, и соответственно, если вы долго будете сидеть на маленьком уровне и получите этот артефакт, как правило, его очень тяжело получить при прокачке вашего отряда, этот артефакт станет неактуальным, вам придется от него отказаться. И получается, что вы зря потратили время на предыдущем событии, зря вы формили артефакт, потому что сейчас вы им пользоваться не можете. Говоря простым языком, те люди, которые на время запуска самого первого события на сервере будут иметь 10-й оперативный центр, им повезет больше всего, потому что если они получат этот артефакт, то он будет максимальный сотового уровня, и им никогда не придется от него уже отказываться. Это одна, наверное, из самых основных причин, по которой я решил двигаться дальше. В своих видеороликах ранее я вам упоминал, что следует постепенно прокачивать свой отряд и никуда не торопиться. Но засиживаться тоже, друзья, не стоит. Просто у некоторых есть стратегия сидеть полгода на 20-м уровне, пропустить кучу разнообразных событий, прокачаться до 100-го уровня впоследствии, и не иметь уже вот этих артефактов с хороших ивентов, с хорошими бонусами. Потом вы просто их нигде не получите. Я решил двигаться дальше. Но это на самом деле не все так просто. Смотрите. Чтобы прокачать мне бойцов до 70-го уровня, мне, казалось бы, всего-то нужно улучшить тренировочный зал бойцов. Но мне для этого необходим 8-й уровень оперативного центра. Далее я накопил немалое количество ресурсов, и сейчас прокачиваю этот оперативный центр. 13 часов у меня осталось, но у меня заканчивается через час премиум. А как вы знаете, премиум сокращает время строительства и улучшения комнат, то через час, когда закончится премиум, у меня слетит этот счетчик, и примерно останется не 13 часов, а поднимется до 16, а то и до 17. После того, как у меня улучшится 8-й оперативный центр, я до сих пор не смогу улучшить свою тренировочную комнату, потому что здесь необходимо 3 миллиона денег и 1,5 миллиона дров. Если мы тапнем на свои деньги, то увидим вместимость хранилища всего лишь 2 миллиона, то же самое с деревом. И поскольку за вместимость хранилища отвечает склад, то нам необходимо будет улучшить склад древесины, он тоже стоит немалых ресурсов и денег. Все эти ресурсы необходимо добывать у достойных противников на карте, что тратит огромное количество времени и еды, то есть это все непросто. После того, как мы улучшим склад древесины, необходимо улучшить банк смитов, то есть поднять нашу вместимость хранилища, тоже это стоит немалых ресурсов и денег. Только после этого я смогу улучшить свою тренировочную комнату, на нее уйдет тоже большое количество ресурсов. И вот на все то, что я вам сейчас перечислил, у меня уйдет огромное количество времени, это не неделя, не две даже. Возможно на это уйдет большее количество времени, плюс ко всему, мы только улучшим тренировочную комнату, после этого нам необходимо еще и оттренировать своих бойцов. Но поскольку я планирую врываться на 70-ю арену с 5 бойцами, то мне необходимо оттренировать 5 бойцов, а не 4, а также улучшить бар Роджера, чтобы можно было выставлять туда 5 бойца. И все это время, пока я буду улучшать свои комнаты и тренировать своих бойцов, я могу продолжать фармить арену, соответственно набирать себе бутылки шампанского. Таким образом мы убиваем двух зайцев, то есть продолжаем фармить, параллельно улучшая свое убежище. И примерно по моим предположениям, конец декабря, начало января, только я добьюсь своей поставленной цели. Что же касается первого события, у меня нету точной информации, но я считаю, что разработчики на Новый год обязательно запустят какое-то событие, где как раз таки появится возможность получить новый артефакт и как раз у меня убежище будет к этому готово. Так что, друзья, я вам советую долго не засиживаться на низких уровнях, то есть накопили быстренько шампанского и перешли на следующий уровень. И желательно хотя бы к декабрю минимум имейте 55 бойцов и 7 оперативный центр. Если вы можете так же двигаться, как и я, то прокачивайтесь на 8, не засиживайтесь, потому что впоследствии это скажется на ваших новых уникальных артефактах. На этом я буду заканчивать свой видеоролик, как обычно я буду держать вас в курсе всех новостей. Увидимся с вами в следующих видеороликах, всем, друзья, удачи, всем пока!